Друзья, всем привет! Это финальный дайджест на Муринфо в феврале. Каким была его последняя неделя, обсудим прямо сейчас. Поехали! Итак, новость первая. Российские ученые работают над четвертой вакциной от коронавируса. Называется она «Спутник Лайт». Сейчас она проходит испытания, сообщает портал stopcoronavirus.rf. На текущий момент вакцина проходит испытания на 150 добровольцах. Планируется, что новый препарат будут ставить за один раз без повторного вакцинирования. Кстати, недели ранее в России зарегистрировали третью вакцину против COVID-19. Называется она «Covivac». Для всех, кто не очень понимает, в чем их разница, наши журналисты подготовили для вас целую статью о том, в чем их главное отличие. Так что заходите на сайт amur.info и читайте. Там полезно. Эта шикарная неделя началась с двух выходных. И все не просто так. В стране отмечался праздник – День защитника Отечества. Пользуясь случаем всех причастных и всех защитников, поздравляем. И вот накануне праздника редакция amur.info провела опрос среди наших подписчиц в Инстаграме. Важно ли для вас, чтобы ваш любимый человек имел за плечами службу в армии? Принципиальными в этом опросе оказалось 30% наших читательниц, которые ответили, что для них служба в армии – обязательный критерий. Большинство же амурчанок – это 70% – оказались не столь категоричными и ответили, что для них данный факт биографии своей второй половинки совершенно не обязателен. Всего же в нашем опросе приняло участие около полутора тысяч девушек. Ну что, мужики, какие презенты получили на 23-е? Пишите в комментариях. В Госдуме приняли в третьем чтении поправки в Трудовом кодексе Российской Федерации, который дает новые права многодетным семьям. Они расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не меньше трех, а младшему еще не должно исполниться 14 лет. Уже более двух лет действует порядок, при котором многодетные родители могут выбирать удобное время ежегодного отпуска, в отличие от других работников. Однако это правило действует для тех сотрудников, чьи дети не достигли 12 лет. В Преамурье набирают команду краеведов в экспедицию. Арачанин – золото Благовещенское. Инициаторы хотят найти ценности с потерянного корабля 1918 года. По разным версиям на нем было от 336 до 5056 килограммов драгметалла. Перед походом участники соберут необходимую информацию, а уже летом по самому правдоподобному маршруту и выдвинется экспедиция. Если вы готовы войти в экспедицию, то пишите об этом, указав свой опыт и компетенции. Есть вероятность, что слитки лежат на дне водоема, поэтому к нам в команду также нужны люди с водолазным оборудованием для исследования двух озер, пояснил краевед Евгений Литус. Сейчас принять участие в экспедиции хотят уже около 40 человек, однако из практики к лету остается не больше 10. Планируем, что всего будет задействовано около 25 человек на всех выездных работах. Так что, если интересно, читайте подробнее об этом в инстаграм-аккаунте краеведов Амур Отголоски. Амурский гидромедцентр сообщает, что 27 февраля Преамурия попадет под влияние активного западного циклона, который спровоцирует резкое изменение погоды. Ожидается повышение дневных температур по северообласти от минус 3 до минус 8, на юге от плюс 1 до плюс 2. Также на территории Преамурия прогнозируется снег разной степени интенсивности. В большинстве районов умеренный, в некоторых районах сильный. В зоне атмосферных фронтов ветер усилится до 15 метров в секунду. Во время снегопада возможны слабая метель и снежный накат. При такой погоде на дорогах повышается риск аварий. Также аварии возможны на объектах электроснабжения, дорожно-коммунальных служб и могут возникать перебои в работе транспорта. Так что будьте осторожны. Ну а вообще, все, что касается погоды и работы синоптиков, мы тут все узнали. В свежем выпуске программы «10 вопросов» мы поговорили с синоптиком и узнали, откуда берется прогноз погоды и что там будет в марте. Если еще не видели, то гляньте на сайте Амуринфо в разделе видео. На этом наш традиционный выпуск новостей подходит к концу. Дальше нас ожидает еще более интересная серия весенних выпусков дайджеста на Амуринфо. Будем надеяться, что там нас будут ждать добрые и теплые новости. Всем хороших выходных и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok